Рейд Александра Осипова по строящимся дорожным объектам неспроста начался с улицы Народной, которую горожане давно прозвали самой убитой в Чите. Уже через год автомобилисты смогут проехать по новой магистрали, а пока тут глобальная стройка. Основная проблема в чем? Водосбор, то есть делается искусственное сооружение, далее резервуар. Вся вода, которая идет потоком, должна собираться в резервуар, так как здесь центральный водозабор городской. И по изолированным трубопроводам поступать на искусственное сооружение. Улица Народная – объект сложный. Из-за расположения в низине во время дождя это место превращается в огромное озеро. Проект делали с таким расчетом, чтобы после ремонта ни одна капля воды не попадала на новую дорогу. Контролирует ли кто-нибудь работы? За объектом закреплен куратор. И он контролирует по мере необходимости. Вот, я редко, если честно. Помимо этого еще почти 43 объекта. 43, оказывается, допустим. На каждом, да. Вот, и жалобы приходят с каждого объекта. Какой регулярностью и что проверяет куратор? Можно я скажу? Который контроль ведет. Сейчас я скажу. Вы смотрите, на данный момент. Мы трамбовали вот этот участок. Пока куратор не будет, мы его не сдадим, эту трамбовку, дальше не пойдем. Да, стройнадзор есть постоянно. Стройнадзор есть постоянно. Да, да. Дальше не пойдем. То есть, каждый 20 сантиметров. Оптимистичные рассказы директора подрядной организации прервали общественники. Стрельников Алексея, общественное объединение, дорожный патруль. Вот буквально мы выявили недавно на подобном объекте, на новой дороге по улице Ленина, да, 147 В, на новой дороге уже посередине лужа. То есть, получается, что объект сделанный, туда деньги освоены. А почему лужа посередине проезжей части? Вот что нам отвечать? Подскажите в таких случаях. Я отвечаю, что вам надо обращаться на руководство города, чтобы они следили за тем, как соблюдают геометрию нового покрытия, которое сделали. А вам надо разобраться тогда. Получается, что там нарушено. Есть у вас фотографии? Самое парадоксальное, вот вы сказали обращаться, да, буквально вчера мы выявили очередной провал на проезжей части с нашим рейдом. Мы позвонили в ЕДДС, ну, отработали, как мы могли это сделать. Нам сказали, ограждения и знаки закончились. Что закончились? Знаки ограждения вот таких вот провалов. 55 знаков купили. Все закончились. А сейчас, вот в эту минуту, уже неделю, ездят люди, автомобилисты и жалуются. Сделайте ограждение, если чего-то пусть приспособят тогда, возьмут. Это первая такая ситуация. У нас было всегда по 42 провала в неделю. Ну, по 44 иногда. А здесь за неделю 55. И вот оказались не готовы. Следующая локация – вторая очередь Каштагской развязки. Готовы ли подрядные организации ДМРСУ сдать дорогу до 20 октября? Судя по картине, не очень, да и цифры говорят сами за себя. Из покрытия дорожной одежды, какой объем выполнен сегодня? На сегодняшний день из километра 900-полтора километра выполнен. То есть вам 400 метров? 400 метров. У вас 4 недели осталось. Здесь 2 недели, целый месяц на систему освещения. Еще нет ничего непонятного пока по ограждению. Я почему это все говорю? Потому что у вас очень напряженные сроки и в расслабленном виде работать нельзя. По деньгам что у вас? По деньгам сегодня поступили средства по данному объекту за июль месяц. Вы документы сдали в августе? 19 августа. 19 августа. Только сейчас, в середине сентября, получили деньги за июль. Это полное безобразие. Это полнейшее безобразие. Давайте разбирать тогда цепочку. Возняв с бумагами, вот почему и срываются сроки объектов, заключил Александр Осипов и поручил разобрать всю цепочку, через которую проходят документы и вычислить самое слабое звено. Здесь неорганизованная процедура, не соответствующая нынешней динамике и остатку времени по строительству. То есть возимся так, как будто впереди целый год. Деньги – это кровь в стройке. Если деньги не идут, значит стройка стоит.